Добрый день, уважаемый полюс телепортала Тутбай, сети зрителей, сети слушателей. У нас сегодня особый гость в студии Михаил Ильич Хазин, российский экономист, председатель компании Neocon. Человек, прославившийся своими весьма экстравагантными прогнозами относительно кризиса. Здравствуйте. Экстравагантность в каком месте? Скажите. Прямо так и начнем с экстравагантности. Где экстравагантность? В каком месте? Ну, вы предсказывали крах доллара, он как-то все пока не наступает. Нет, я прошу прощения. Вот это, кстати, вот эти иллюзии, да? Есть колоссальное количество людей, которые очень вольно пересказывают мои слова. Вот книжка наша, написанная в 2003 году, закат империи доллара и конец пакса Американо. Мы там четко и внятно объясняем, что мировая финансовая система, построенная на долларе, будет завершаться. Какие-нибудь сомнения сегодня есть? По поводу доллара мы ничего не говорили, это чушь собачья. Это как бы вот, как это, все, не побоюсь этого слова, журналюги разные, которые перевирают. Вот. Много очень есть, ну, кроме того, есть просто вредители откровенные, у которых цель и задача, значит, продемонстрировать, что мы ничего не понимаем. И понятно, откуда они взялись, эти самые вредители. Потому что современная, как бы, мейнстримовская экономическая школа, именуемая экономиксистами, они, соответственно, не могут дать объяснение кризиса. Видите, кризис уже там четыре с лишним года идет, а объяснений нету. И они в результате выглядят нету, нету. Они не могут объяснить, в чем проблема кризиса. Ну, как? Да ладно. Мгновенная дефляционная депрессия, описанная еще и Реном Фишером в 32-м году. Да перестаньте, не смешите меня. Как бы, во-первых, я не очень понимаю, что такое дефляционная депрессия. Во-вторых, в 32-м году у них был спад где-то под 35 процентов. И они, соответственно, пока его нету, значит... Да, кстати, вы, кстати, обещали, насколько я помню, в прогнозах примерно 25-30 процентов сокращения реальной экономики США. Нет, больше. Реальная экономика США сократится по итогам кризиса на 55-60 процентов. Да. И когда примерно? Но проблема состоит в том, что, как только у них не хватит сил ее держать, а проблема состоит в том, что это процесс, а не акт. Значит, я напомню, что кризис вот в 30-х годах, начался в марте-апреле 1930-го года и закончился в конце 32-го года. Ну, я бы сказал, он раньше начался. Начался падением фонда рынка в 29-м. Если говорить, значит, не нужно путать, значит, спускание финансового пузыря, потому что если уж так, то тогда кризис начался в 27-м году, когда в США рухнула пузырь на рынке недвижимости. Только недвижимости, а спекуляции со землей. А потом был пузырь на рынке фондовом, при этом к марту-апрелю 30-го года было отыграно больше половины спада. И все считали, что все уже нормально, все восстановилось. Ну, разумно, всегда кризисы так и происходят. Вот. А вот весной 30-го года начался, собственно, кризис, связанный с падением частного спроса. И длился он до, еще раз повторю, конца 32-го года, темпы спада составляли примерно 1% ВВП в месяц. А в Соединенных Штатах Америки пузырь на рынке недвижимости рухнул осенью 2007-го года, а дефляционный кризис, связанный с падением частного спроса, начался в сентябре 2008-го года. Как только он начался, денежные власти США начали вливать в экономику деньги. Напоминаю, что в начале 30-х никто ни копейки в экономику не влел. А вот в 2008-м году началось вливание денег в экономику, причем темпы вливания были один к одному, 1% ВВП в месяц. По этой причине темпы спада существенно сократились. Еще один пример. Обама увеличил расходную часть бюджета американского примерно на триллион долларов в год. Все эти деньги пошли на социальные расходы, то есть на поддержку частного спроса наименее богатых слоев населения. Фактически, если бы Обама не увеличил соответственно дефицит бюджета, то ВВП США упал бы за эти 4 года. Его правление даже с учетом эмиссии 2008-2010 годов примерно на 7-8% как минимум. Так вот как раз вопрос-то в этом и состоит. Разве то, что вы описали, не практически полностью отражает развитие событий в современном прессе? Точно так же схлопывание пузыря на рынке недвижимости, пузыря на рынке фондовом и в дальнейшем из-за этого, из-за эффекта богатства, падение частного спроса и после этого вот она вам дефляционная депрессия, падение стоимости активов и соответственно необходимость замещения частного спроса государственного. Это симптоматическое описание. Нет, почему же? Механика тоже вполне работает? С точки зрения нет. Ну, во-первых, депрессия не совсем правильное слово, потому что сначала спад, а потом депрессия. Во-вторых, главный-то вопрос в чем состоит? А зачем нужно было наращивать частный спрос? Это же идиотизм. А зачем наращивать частный спрос, чтобы он потом упал? Это же бред. То есть, что кто-то его специально наращивал? Да, вне всякого сомнения. То есть, это не сами люди? Нет. Простите меня. Их заставляли долги? Люди не могут сами тратить денег, которых у них нет. Значит, им должны дать денег. А нормальная кредитная система, которая работала до 1981 года, предполагала, что человеку не дают кредит, пока он не вернул предыдущий. Немножко по-другому ипотека работает, но ипотечный кредит люди брали в те времена один за всю жизнь. А, соответственно, сегодня человек берет ипотеку, закладывает тут же дом, растущий в цене, берет следующую ипотеку. Ну да, но это работает до тех пор, пока растет стоимость на зима. Это работает до тех пор, пока можно снижать стоимость кредита. Проблема состояла в том, что начиная с 2005 года стоимость реального кредита перестала в США падать. В 1980 году учетная ставка Федеральной резервной системы США была 19%. К концу 2008 года она упала до нуля. Механизм стимулирования этой модели закончился. Я обращаю ваше внимание, снижение стоимости кредита – это не люди, это денежные власти. То есть денежные власти целенаправленно стимулировали эту политику. Самый главный вопрос, на который сейчас не так просто ответить относительно того, что же происходит в современной экономике. Ну я могу объяснить. Стоимость кредита практически равна нулю, но при этом не инвестиционный спрос. Кстати, это четко видно по поведению компаний, которые на самом деле сидят на огромных запасах кэша и никуда его не тратят, кроме как на выкуп, допустим, собственных акций. Даже дивиденды особо не стремятся увеличивать. То бишь спрос со стороны корпоративного сектора не растет. Точно так же домохозяйства в первую очередь заботятся тем, чтобы вернуть предыдущие долги, а не наращивать потребление. При том, что стоимость кредита столь низкая. Разве это не классическая ловушка ликвидности, описанная еще Кейнсом? Механизм развития экономического последних 30 с лишним лет – это снижение стоимости кредита. То есть проблема не в том, что он нулевой. Проблема в том, что он не снижается. Так а куда можно снижать нежилуя? Совершенно верно. Так вот это и есть классическая кельсианская ловушка ликвидности, которая описана уже 80 лет. Она может описана как 80 лет. Но вопрос еще раз повторяю. Вопрос, а почему к такой ситуации привели? Вот на этот вопрос у экономиксистов ответа нет. А у нас есть. Да ладно. И ответ очень простой. Хайман, Минский, теория эндогенной нефинансовой нестабильности. Ответ очень простой. Нет, нет. Ответ очень простой. Ответ на самом деле дал еще Адам Смит, но экономиксизм по идеологическим причинам этот ответ запрещает изучать и исследовать. Значит, давайте смотреть. Первое. Любая экономическая модель, она имеет некоторый основной механизм, по которому она развивается. Значит, современная экономическая модель, которую мы сегодня называем научно-техническим прогрессом, она появилась где-то в 16 веке. И уже в начале 17 века люди, которые на эту тему размышляли, уже понимали, в чем она состоит. А Антонио Сера... Прогресс, это все-таки, наверное, промышленная революция. Нет, нет. Чуть позже. Нет. Антонио Сера в самом начале 17 века пишет о том... Например, так он пишет, что если вы хотите узнать, какой из двух городов богаче, посмотрите на количество профессий, которыми владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город. В переводе на современный экономический язык, чем глубже уровень разделения труда, тем выше добавленная стоимость, образующаяся в системе. Мне кажется, есть проще показать, а сходите на рынок и посмотрите. Нет. Экономическая активность в торговле будет... Нет, рынок в средние века, на нем всегда торговали одним и тем же. Именно важен уровень разделения труда. Современная экономика – это экономика углубления разделения труда. В тот момент, когда, значит, это стало проявляться в промышленности, появился термин научно-технический прогресс. Но на самом деле разделение труда, даже достаточно примитивное в 16 веке, тоже теоретический научно-технический прогресс. Просто туда слов таких не было. Значит, дальше, через 150 лет, Адам Смит следующий делает тезис, который, собственно, на сегодня является фундаментальным, самым главным. Он говорит о том, что если у нас есть замкнутая система экономическая, то уровень разделения труда в ней растет только до некоторого уровня, а дальше он останавливается. Точка. Потому что не создает эта система продукта, достаточного для того, чтобы этот самый более высокий уровень разделения труда поддерживать. Классический пример. На хуторе, где живет три семьи, нету кузнеца и быть не может. Вот. А если деревня, в которой 100-200 дворов, там уже есть кузнец, который только этим занимается. А в чем проблема жить хутором в три семьи, если у вас есть соседний хутор, где есть кузнец? Замкнутая система. Вот так и образуется международная торговля. Замкнутая система. А почему вы утверждаете, что она должна быть замкнутая? Секундочку. Я еще раз говорю, что Адам Смит объясняет, что если есть замкнутая система, то... А вот дальше начинается следующий вариант. Если вы хотите развиваться, несмотря ни на что, вам нужно расширение рынков. Ну, либо улучшение качества товаров. Значит, как только... Еще раз говорю, улучшение качества товаров, это углубление разделения труда. Если вы замкнутая система, в какой-то момент вы останавливаетесь. Вы же сами говорили про научно-технический прогресс. Да. Автомобили сейчас, автомобили 100 лет назад, это разные. Адам Смит объясняет, и я с ним согласен, что в замкнутой системе с какого-то момента научно-технический прогресс останавливается. Соответственно, единственный выход развития – это расширение рынков. Если мы посмотрим на систему экономическую с 17 века, мы увидим, что это образуются маленькие ячейки, которые постепенно расширяются. Где-то примерно с конца 18 века уже образуются достаточно крупные системы разделения труда, которые являются самодостаточными. В том смысле, что им для нормального развития, ну, в тот момент, когда они сформировались, внешние рынки не нужны, потому что их собственных рынков достаточно для нормального увеличения разделения труда. Значит, эти системы возникали исторически, начиная с конца 18 века. Первая была британская, вторая была германская, третья – американская, четвертый – японская, пятый, самый последний проект догоняющего развития, создания собственной технологической зоны – это СССР. 30-е и 40-е годы 20 века. И эти системы постоянно расширяются, тем самым они как бы решают свои проблемы. В тот момент, когда они столкнулись, и расширение дальше стало невозможно, наступил первый кризис падения эффективности капитала. Это конец 19-го, начало 20-го века. В Соединенных Штатах Америки этот кризис привел к мощнейшему банковскому кризису. И мы сегодня знаем о его последствиях, потому что в 1913 году для того, чтобы решить именно банковские проблемы, связанные с тем, что невозможно было кредитовать в условиях кризиса, была создана Федеральная резервная система США. А почему невозможно было кредитовать в условиях кризиса? Это отдельная, давайте, как хорошо, отдельную линию сделаем. Значит, дело в том, что чем выше уровень разделения труда, тем выше риски производителя. Понятно, в традиционном обществе, если вы делаете для соседа телегу, то риск практически нулевой, ну, разве что на него там упадет камень. А если вы производите колеса для телег и везете их на ярмарку, то риск ваш состоит в том, что могут кто-то еще сделать телеги, сделать колеса, привезти, и вы не продадите. А если вы делаете спицы для телег, то вы вообще можете оказаться в катастрофической ситуации, потому что какие-то уроды начнут делать металлические колеса, и вам вообще придет конец. Но для того, чтобы уменьшить эти риски, экономическая суть банковской системы. Появляются банки. Кредитуя вас, они принимают на себя часть ваших рисков. По мере углубления разделения труда, в какой-то момент обнаруживается, что уже банки не могут брать на себя риски. Либо надо увеличивать ставки, и тогда кредиты не берутся, либо нужно выдавать кредит по той ставке, которую устраивает рынок, и тогда растут невозвраты. В этой ситуации банки начинают искать ликвидность через межбанковское кредитование. И в 1907-1908 году в Соединенных Штатах Америки жесточайший кризис межбанковского кредитования. Кризис, ситуацию спасает лично Джон Пирпет Морган. Он проводит взаимозачеты и недостающие деньги из своего кармана выложил. И в октябре или в ноябре 1910 года на острове Джекилл группа банкиров принимает тайные решения о создании Федерального резерва. Я сейчас не буду даже говорить о всякого рода конспирологических и личных версиях, но экономический смысл следующий. Создается институт, который у банковской системы принимает на себя часть рисков. Он фактически выступает кредитором последней части. Совершенно верно. Тем самым спасая от набега на банки. Принимая на себя, тем самым часть рисков банковской системы. Еще повторяю, я говорю сейчас об экономическом смысле, а не о... Дальше эта система работает до примерно 70-х годов 20-го века. В 70-е годы начинается следующий кризис выпадения эффективности капитала. В мире две технологические зоны. Во Вторую мировую войну из пяти зон, после Второй мировой войны из пяти зон осталось две. А в 70-е годы начинается второй, на Западе. В СССР этот кризис начался чуть-чуть раньше, но проходил более мягко. Кризис, падение эффективности капитала. В этот момент, в конце 70-х годов, группа экономистов, скорее всего, ею руководил Пол Волкер, но точно сказать не могу, под второй срок президента Картера предлагает некоторую схему, которую, соответственно, поскольку Картер не выиграл, реализовал Рейган. Почему она и получила название Рейганомика. Суть этого плана. Поскольку мы не можем расширить рынки для того, чтобы преодолеть кризис, выпадение эффективности капитала, увеличиваем нагрузку на имеющихся потребителей. Для этого нужно сделать две вещи. Первое. Нужно начать их кредитование, чтобы они увеличивали покупки и тем самым снизили риски производителя. А второе. Нужно изменить модель кредитования. Потому что, если вы человеку даете кредит на три года, то по итогам этих трех лет его потребление падает. Он должен вернуть не только то, что взял. И поэтому от идеи возвратного кредитования переходит к идее рефинансирования. Банковская система начала рефинансировать частного заемщика. И вот в этот момент, для того, чтобы система рефинансирования нормально работала, нужно снижение стоимости кредита. И с 19% в 1980 году до нуля в 2008 году стоимость кредита все время снижают. Как только этот механизм закончился, наступил кризис. На самом деле, реальный кредит остановился чуть-чуть раньше. Где-то примерно в 2005 году. Явные признаки кризиса начались в 2005 году. Поэтому, кстати, я твердо совершенно убежден, что если вы хотите найти реального специалиста по кризису, то ищите его работы, написанные до 2005 года. — Окей, сразу несколько вопросов. Не кажется ли вам, что такой упор на этот научно-технический прогресс — это подмена целей с средством? Ну, научно-технический прогресс — это всего лишь средство, на самом деле, в конечном счете, обеспечение, в общем, и роста производства, и удовлетворение тех самых потребностей, которые... — Потребность... — Того самого рынка, на который работает в конечном счете. — Потребность — это абстракция. — Ну, как же. — Еще раз повторяю, механизм экономического развития — это углубление разделения труда. — Это механизм. А для чего? — Это вопрос... ...философский. Это некоторая система, которая вот так живет. Понимаете, какой смысл существования кошечки или собачки? — Сейчас, минутку. Я просто попытаюсь объяснить вот что. Дело в том, что я-то как раз сторонник того, что... Вот львиную долю из того, что вы объясняли, на самом деле, в гораздо меньшей степени происходило целенаправленно, и гораздо меньшей степени можно какой-то добрый там или злой воле приписать. Вот собрались, решили, будем превышать ставку. Вот собрались... — Вот смотрите, по поводу процентных ставок, это все предельно просто. На самом деле, все предельно просто. Значит, независимо от того, чтобы не делал Центробанк, как бы он не пытался в конечном счете этой ставкой манипулировать, но она в действительности определяется в конечном счете рынками. Спросному предложению на американские казначейские обязательства. — Ничего подобного. — Рыночная ставка, которая есть сейчас, полностью определяется спросом американских казначейских обязательств. Она определяется одним единственным обстоятельством, необходимостью стимулировать экономику. Это был единственный механизм стимулирования экономики. На этот момент снижение ставки. И, соответственно, рефинансировать долг. Пока долг можно было рефинансировать, пока людям можно было давать... Но вы подумайте сами. Людям перед кризисом каждый год через механизм рефинансирования давали полтора триллиона долларов каждый год. Нельзя заставить мне дать, если я не возьму. Как? Что значит давали? Люди брали. В конечном-то счете, все равно, если люди не берут, то сколько ни давай, ничего не будет. Более того, обратите внимание. Прошу прощения. Можно я все-таки вот сейчас договорю, я долго вас не перебивал. Ведь получается довольно интересный момент. Особенно, когда шло много разговоров о том, как, смотрите, как после вот этого самого острой фазы кризиса с 2008 года, какое количество денег напечатано было, значит, в экономике. Но где они все эти деньги? Где инфляция, если эти деньги были созданы? Они все, львиная доля из них, либо пошла на возврат старых долгов, и это как раз есть механизм дефляционный, либо осели избыточными резервами коммерческих банков, центральной банки. До тех пор, пока нет желающих брать кредит, вы можете сколько угодно эти деньги создавать центробанком, они никуда не пойдут. Проблема не только в желании, значит, ну, во-первых, у вас есть массовая пропаганда, которая все время говорит, ну, посмотрите в Соединенных Штатах, покупай, покупай, покупай. Посмотрите наше телевидение, ну, в Белоруссии может и получше, я не смотрел белорусское телевидение. У нас тоже все в порядке с пропагандой. Ну, вот, пропаганда, это промывание мозгов. Кроме того, не забудьте, что в тех же Соединенных Штатах Америки есть еще одна вещь. Если ты хочешь жить в престижном районе, ты обязан иметь соответствующую машину. Это все механизмы, направленные на постоянный рост спроса. Для чего они там в 70-е годы это хотели сделать, это понятно. В 70-е годы США фактически проиграли соревнования двух систем СССР. Им надо было любой ценой запускать следующую технологическую, конечно. Им нужно было запускать следующую технологическую волну. В следующем вопросе. И, соответственно, для того, чтобы запустить технологическую волну, нужен был спрос. Потому что в противном случае невозможно это было делать. Ну, изготовил кто-то там игрушку под названием персональный компьютер. Эту игрушку никто не покупал. Ну, и чего, и какой в ней смысл? А нужно было еще раз повторяю, запускать технологическую волну новую. Так вот, тут есть сложные сочетания. И у вас имеется элита, которая любой ценой пытается сохранить власть. И когда она видит, что в результате объективных экономических процессов ее власть становится под угрозой, она начинает искать выход. Вот выход 70-х годов состоял в том, что надо запустить новую технологическую волну. Потому что в противном случае они реально проигрывают. А вы правда считаете, что можно вот так вот собраться, принять решение и запустить новую технологическую волну, чтобы просто прийти к ученым, инженерам и сказать, а вот теперь вы должны нам что-то придумать? Да, Бог ради. Они уже давно все придумали. Основная проблема, как бы, сделать так, чтобы это был самоподдерживающийся финансовый механизм. Мало людям дать денег, потому что если бы им дали денег, они их потратят, на этом все закончится. Я пока не могу понять. Они либо проиграли, значит, технологическую волну, либо у них уже все было, чтобы новую волну запускать. Они проиграли соревнования двух систем. В начале 70-х. А в чем это выражалось? Ну, например, это выражалось в том, что в 70-е годы в СССР был экономический рост, а в Соединенных Штатах Америки спад очень сильный. Он длился 10 лет. Ну да, разумеется. И они не могли его остановить. А давайте теперь повернемся к тому, чем был обусловлен экономический рост в 70-е годы США. 70-е годы был спад. В Советском Союзе. Очень просто. Самотлор. За 10 лет десятикратный рост добычи газа и десятикратный рост цен. Да, Бог ради. Причем здесь самотлор. Все очень просто. Была как бы... Если бы не открытие месторождений в Сибири, Советский Союз, скорее всего, я думаю, что то, что было в 80-х, произошло бы как раз во времена Косыгинской попытки реформы. Да, Бог ради. Когда стало ясно, что ничего уже не работает. Да, Бог ради. Была, соответственно, плановая экономика, которая очень постепенно... Кризис падения эффективности капитала в СССР начался в начале 60-х. И Хрущевская реформа начала 60-х, и Косыгинская конца 60-х, это были как раз попытки справиться с этим кризисом. Сделать им ничего было нельзя, потому что нужно было расширение рынков, а это было невозможно. Но поскольку экономика была плановая, то темпы спада были сильно более медленные. То есть в СССР реально отрицательные темпы роста, ну то, что вот как бы на Западе называется рецессия, начался только в конце 70-х, начале 80-х. И то непонятно, потому что статистика. Ну там, да, 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 есть вопросы. А в 70-е годы был рост реальный. Так вот, я же говорю, он связан с открытием сырьевых установок. Да, Бог ради, но их везде открывали. А технологический, как раз вот вы утверждаете, что если основным содержанием является научно-техническая революция. В начале 70-х СССР не отставал от Соединенных Штатов Америки. Да ладно! СССР начал копировать все абсолютно, в 50-е, все полностью, ну вы будете рассказывать. Отказались от собственной разработки, значит, компьютеров, начали копировать заранее, зная, что будут отставать на несколько лет. Система ESVM это PDP, точнее этот самый IBM 360, система малых машин это PDP. Кризис начался в начале 60-х. Кризис начался в начале 60-х. Даже бомбы украли, это же известное. Какую? Водородную мы сделали раньше? Нет, а тамную. Водородную сделали раньше, в космос полетели раньше. Еще раз повторю, что мы шли нога в ногу, но у СССР были рынки меньше, это частично компенсировалось в плановой экономике, но кризис начался раньше. Но в 70-е годы, еще раз повторю, США начали падать очень быстро. Как раз именно из-за того, что они не были сырьевой страной, это был внешний шок. Они тоже были сырьевой страной. Еще раз повторю, это не внешний шок, это кризис падения эффективности капитала. И выхода они не видели за исключением того, чтобы искусственным образом форсировать ситуацию. При этом они прекрасно понимали, что придется платить в тот момент, когда они это начинали. Другое дело, что у них на тот момент выхода не было. Еще раз повторю, они падали. СССР рос, а они падали. И они прекрасно понимали, что кончится это плохо. СССР в начале 70-х, 72-го по 75-й год принял целенаправленное решение не валить Соединенные Штаты Америки. В этот момент СССР пошел на принципиальные уступки. Равно как в свое время Соединенные Штаты приняли решение не валить военным образом. По трем направлениям. У них не было на тот момент такой возможности. Ну что вы, это же теория игр как раз их и удержала, в общем, изобретенная именно для того, чтобы попытаться... Это было в 72-го по 75-й год. СССР тогда сначала пошел на подписание соглашений по ограничению стратегических наступательных вооружений, что снизило нагрузку на американский бюджет. Равно как и на российский. В значительной меньшей. В начале 70-х годов в значительной меньшей степени. А во-вторых, они подписали договор в Хельсинки, которым отказались от идеологического противостояния, приняв западную концепцию прав человека, что намыкается до сих пор и Белоруссии в частности. Ну потому что если бы у нас была своя концепция прав человека, то мы бы их били бы ничуть не хуже. Они бы говорили, а вот у вас, соответственно, там всяких разных маргиналов не пускают на выборы. Нет, а мы говорили, ребят, простите, у нас народ в лес с грибами ходит, а у вас не ходит, потому что у вас все леса частные. Это нарушение прав человека, нарушение. Они не ходят с грибами, потому что они могут их дешевле купить в магазине. Нет, ничего подобного. Они не могут купить. Это же как раз разделение труда. Грибы невозможно купить в американских магазинах нормальные. Скажем, нельзя купить мед. В американских магазинах, в принципе, не может быть меда. Потому что у них там написано, когда продается так называемый мед, там написано, стерилизованно поднятием температуры до 80 градусов. А мед нельзя нагревать выше 60, это уже не мед получается, а какая-то патока противника. Окей, давайте попытаемся. На самом деле, вот еще раз повторяю, на каждый их право человека можно найти наше. Это совершенно не проблема. Ну, в пропаганде, наверное, можно экономически. В третьем, это и в реальности. А, наконец, третье, вы меня простите, конечно, я как бы жил во времена СССР и в нынешние времена, я могу вам сказать, что на самом деле мы потеряли в результате очень многие вещи, которые бы хотелось вернуть. Например, мы потеряли возможность дать образование своим детям. Мы это реально потеряли, это невозможно. Ну, в Беларуси, может быть, ситуация немножко получше, чем в России. В России это катастрофа, тотальная. Здравоохранения в России уже вообще нет, в принципе. Оно просто отсутствует как вид. Даже врачи своих родственников уже направляют за границу лечиться. И вы это связываете с отказом от ценностей, которые были в Советском Союзе? Это связано с отказом от библейской системы ценностей. И, наконец, третья, соответственно, тема, по которой СССР отступил в условиях жесточайшего нефтяного кризиса. СССР вышел на мировые рынки. И это тоже была принципиальная ошибка. Но это мы сегодня понимаем, что это ошибка. А тогда по той же самой теории игр политбюро ЦК КПСС принимало решение, валить или не валить. И логику, по которой не валить, состояла из трех пунктов. Первый из которых были чисто такие технологические, а третий был чистой теорией игр. Прагматические пункты. Если Соединенные Штаты Америки разрушаются, то половина мира в хаос превращается. Есть ли у Варшавского договора силы держать эту половину мира? Нет. Второе. Если мы разрушаем США, то мы через 25-30 лет оказываемся... Простите, разрушение США это как? Вот это чем... Ну как разрушился СССР? Нет, это чем? С снижением цен на нефть или что? Экономическим кризисом. Ну как, например? Ну как? Катастрофа. Я не знаю, как бы это произошло технически. Но было очевидно, что еще... Еще 10 лет полагаете, что страна, которая в 60-е годы перешла уже к импорту зерна, потому что ограничивать внутреннее потребление уже было невозможно, которая переходила на модель, мы извлекаем, продаем сырье и весь ширпотреб закупаем на Западе, а нам, которая полностью фактически начинала зависеть от внешней конъюнктуры ценно сырье, в своем внутреннем благосостоянии могла каким-то образом завалить США? А? Чьи продукты они покупали? Ширпотреб мы начали закупать в конце 70-х. Ну, бог, я об этом говорю. В начале 70-х мы нефть не продавали и ширпотреб не закупали. Ну правильно, потому что я еще в таком виде, в таком объеме не был. Вот. А и по этой причине, я еще раз повторяю, что как бы вот точно так же, как рухнул СССР в конце 80-х, так же бы и рухнули США, если бы кризис в 70-х продлился еще 10 лет. Кстати, вы ждите, я думаю, лет через 5-8 мы это еще увидим. СССР-то как раз рухнул именно за счет падения цены на нефть. Мы продолжим. СССР рухнул по совершенно другой причине. В то время, как я так понимаю, что для США падение цен на нефть будет только положительным. СССР рухнул по очень простой причине, потому что в результате кризиса падения эффективности капитала невозможно было одновременно две технологические зоны содержать на планете. Либо одна, либо другая экономики. Либо одна, либо другая. Кстати, какой экономики? Это же было две разных экономики. Это были две разные системы разделения труда, и обеим для нормального развития нужно было расширяться. Вот значит, либо одна, либо другая. Вначале выиграл СССР и не стал форсировать выигрыш, а потом, соответственно, выиграли США. Сегодня они в той же самой ситуации. Сегодня кризис, падение эффективности капитала. Вот мы просто увидим. Сценарий, по которому США могли развалиться в 80-е, будет реализован сейчас. Знаете, очень напоминает то, что вы говорите. Ну и опять же, я читал, кстати, ваш, буквально законспектировал доклад по названиям «Теория кризиса». Буквально он уже тогда происходил, 9 июля 2008 года, с цитатами в том числе из Адама Смита, из «Политэкономии». Фактически там, вы сейчас не называете, но там трудовая теория стоимости подразумевается. Вот у меня такое ощущение, что, ведь, смотрите, в свое время Маркс использовал вот эту трудовую теорию стоимости для того, чтобы доказать, ну, решить задачу от ответа. Доказать, что рано или поздно капитализм обречен, что кризисы будут все тяжелее и тяжелее. А теперь давайте разбираться. Можно я договорю? И, причем, что интересно, значит, особенно был таким, что ли, моментом наибольшего, скажем, внимания к такого рода теориям о том, что, значит, их два было на самом деле в истории. Один – это как раз Маркс с его капиталом, когда, в сущности, вот эта череда дефляционных кризисов времена золотого стандарта была столь разрушительная для людей труда. Не для, как бы, тех, кто деньги суживал и те, кто были сберегателями, а теми, кто, собственно говоря, товары производил. Вот. И второй момент – это Великая депрессия, когда в 30-м году Сталин выступил со своим докладом об экономическом положении в США, как раз вот рассчитывая, что вот это тот самый кризис, который экономическую систему уничтожит. И предполагалось, что, да, действительно, в общем, у них там, на самом деле, подняться не удастся. И мы видели, что в действительности как раз-таки именно за счет того, что эффективность повысилась за счет новых инноваций, которые как раз во время… Эффективность повысилась за счет расширения рынков на территорию германской и японской технологии эффективность повысилась. Вы путаете экстенсивные и интенсивные подразвития? Ничего подобного. Как эффективность может повыситься просто расширением рынка при том же самом виде производства? Нет, это увеличивает объем по прибыли, который перераспределяется. От того, что я продаю… Которое перераспределяется через инновации. У вас инновации сегодня не окупаются. Эффективность – это не объем, это процент. Еще раз повторяю. Как это не окупается? Посмотрите на компанию Apple. Компания Apple продает маркетинговые технологии, а не инновации. Да что вы, они полностью поменяли способ отношения к телефону. Это и есть инновационный процесс в целом сегодня не окупается в экономике в целом, потому что нет расширения рынков. Что касается Карла Маркса. Карл Маркс, будучи по образованию философом и юристом, не политэкономом, познакомился с теорией Адама Смита в уже зрелом возрасте. И первое, что он понял, исходя из логики, что разделение труда останавливается в замкнутой системе, философский вывод. Что когда рынки достигнут размера всего шарика в целом, то эта система углубления разделения труда через кредитование инноваций закончится. Вот мы сегодня столкнулись с концом модели научно-технического прогресса. Она закончилась. Я как раз ровно об этом и хотел сказать. И вот это как раз и есть главная проблема современного кризиса. На самом деле этот кризис был раньше, в тот момент, когда несколько технологических зон друг с другом конкурировали. В каждом был свой инновационный процесс. И мы знаем, например, что... Я думаю, они так же и кооперировались, как и конкурировали. Ничего подобного. Ну, ничего подобного. Вспомните, если бы не какие-то конкретные ошибки Адольфа Гитлера, то Германия имела бы атомную бомбу к 1944 году. Раньше, чем США, хотя ресурсов у нее было сильно меньше. А, соответственно, у немцев вертолеты летали уже в 1944 году. Уже летали. А, соответственно, Вернер фон Браун собирался в августе 1945 года, все уже было сделано, бомбить Нью-Йорк межконтинентальными баллистическими ракетами. И объяснял, когда его американцы взяли, что он готов был лететь на Луну в 1948-1949 году. Я думаю, что это правда. Исходя из некоторых знаний, связанных с пониманием, мой дед занимался... Ну да, за исключением только того, что реактивные истребители и те же самые вертолеты, которые пытались сделать США в Германии без-за низкого качества, металлы имели очень низкий ресурс, и в конечном счете так никуда и не пошли. Мне прошу прощения. Мистер Шмидт-262 летал еще, они их сделали несколько сот штук. Ресурс, ресурс какой-то. Хорошо, ресурс, но это как бы не их вина. Речь идет об углублении, разделении. Нет, так есть как раз идет о том, что их ресурсная база была такова, которая бы это просто не позволила сделать. Да, буградь, они бы чего-нибудь придумали. Собственно, они за ресурсную базу и боролись. Ну и за это и там и проиграли. Вот, так вот, значит, продолжаю. Что Маркс, как только он понял, что исходя из концепции Адама Смита в политэкономии, что капитализм конечен, дальше он стал размышлять на тему о том, а что будет после капитализма. И вот в этот момент и произошла самая замечательная штука идеологическая. Как только капиталисты поняли, что им сейчас придумывают, почему их не будет, они в отместку, в качестве идеологической альтернативы политэкономии придумали свою альтернативную науку. Я боюсь, что немножко хронологию вы путаете. Нет, экономикс это... Когда совершилась маржиналистская революция в экономике, второй том только выходил из печати, и Маркс сам понял, что, в общем, он уже со своей трудовой теорией стоимости опоздал. И в господствующем направлении в экономике будет именно применение дифференциального исчисления. Нет, это все глупости. На самом деле, если мы, как бы, я, вы уж, простите, я, как бы, управлял экономикой, да, у меня есть некоторый опыт, я могу вам сказать, что использование математических методов в экономике, это вещь, ну, не то чтобы бессмысленная, но, условно говоря, автомобиль определяется, как это, афорийность автомобиля определяется, прежде всего, мозгами его водителя. Я по образованию математик занимался теорией динамических систем, и я могу вас уверить, большая часть так называемого математического моделирования к реальной экономике не имеет вообще никакого отношения. Вы, знаете, тут мы не можем сильно идти в теоретический спор, потому что я по своему образованию квантовый физик и комплексити очень хорошо знаком, и какие именно теории в экономике работают и модели работают тоже очень хорошо знаю. Ну, вот я могу сказать, что если вы не понимаете, как бы, главных базовых механизмов, которые определяют оборот экономических процессов, то, соответственно, у вас ничего не получается. Беда всей экономиксистской модели состоит в том, что ровно потому, что они поверили Адаму Смиту о том, что ключевой момент это ограниченные рынки, весь экономиксизм идет от микроэкономики к макроэкономике. Они очень многих макроэкономических процессов просто не видят в принципе. В частности, они не понимают роли спроса. Нет, ну как же не понимают? Иногда это приводит... Почему? Пол Кругман только об этом и говорит, что свежий Нобелевский лауреат. Он может говорить все, что угодно, но когда он... Кейнс в 30-е годы только об этом и писал. Это была замечательная дискуссия Кругмана и Путина в Москве, там, на каком-то форуме. Ну, это ужасно было, я видел. Вот, на которой, соответственно, Путин от Кругмана мокрого места не оставил. Да что вы! Потому что Кругман, соответственно, начал... У меня сложилось совершенно противоположное впечатление. Путин от Кругмана не оставил мокрого места, потому что Путин сказал совершенно четко... Кругман говорит, ну как же, есть же спрос китайских граждан, которые хотят, каждый хочет себе айфон. На что Путин вполне резонно отметил, что для того, чтобы они купили себе айфон, нужно, чтобы кто-то дал им денег. Чтобы они заработали денег? Они не могут заработать денег, потому что нету ничего подобного в Китае. Я просто рассказываю историю. Я тут был в мае на экономическом форуме в Эстане, на котором был модератором одной из сессий. И там у меня случилась дискуссия с таким персонажем Доминго Кавалья. Это такой аргентинский гайдар, которого в Аргентине осудили. И если он где-нибудь там появится, его, конечно же, посадят. Но он прячется и бегает за пределами своей родной страны. Так вот, соответственно, этот самый Кавалья тоже начал объяснять, точно так же, как и Кругман. О чем вы говорите? Какие могут быть ограничения спроса, когда, соответственно, есть китайцы, которые готовы покупать? Я честно спросил сидящего рядом китайца, что вы скажете по этому поводу. Китайцам ответил, что вот мы тут подняли уровень нищеты в Китае с одного доллара в день дохода до полутора доллара в день дохода. И люди, которые получают полтора доллара в день дохода, не могут себе позволить купить айфон ни при каких обстоятельствах. Более того, если им даже дать денег, чтобы они купили в виде кредита, они это сейчас про уровень нищеты не вернут. А уровень средней зарплаты во сколько за этот период вырос? Причем здесь средняя зарплата. Нужно понимать, что, соответственно, у вас то, что произошло в Китае, это на самом деле некоторое очень хитрое перераспределение тех доходов, которые были в 60-70-е годы в Соединенных Штатах Америки. Знаете ли вы, какая сегодня средняя заработная плата в США, какому году она соответствует? — Средняя заработная плата? — Да, средняя заработная плата американская. — Неминально не МЗУ. — Я вам сообщаю. По покупательной способности средняя зарплата рядового американского гражданина, она примерно 40 тысяч долларов. Я не помню точную цифру, но она по покупательной способности соответствует зарплате американской же 58-59 года. — И не противоречит ли это только тому, о чем вы только что говорили? — Они ничего не противоречит. — О том, что как же, пытались увеличивать спрос, а где же доходы? — Спрос пытались увеличивать. — С 58-59 года. Если вы посмотрите на доходы домохозяйств, то они соответствуют уровню примерно 62-64 года, потому что увеличилось число работающих. В семье там 1,2 было, а стало 1,5. — Это вы зарплату считаете? — Это я считаю доход домохозяйства. — Инвестиционные доходы в том числе? — Тихонечку. Я еще раз говорю. — Нет, это важный вопрос. — Инвестиционные доходы очень маленькие. — Потому что я готов поспорить с тем, что идеей эрегономики было увеличение кредитования, идеей эрегономики было на самом деле создание капитализма собственников. — Речь идет о реально располагаемых доходах, а спрос они увеличивали за счет роста долга. Средний долг американского домохозяйства на начало кризиса среднего домохозяйства, то есть это в среднем, у половины хуже ситуация, составлял 130% от годового дохода. Кризис долговой в Греции и в Италии начался, когда уровень долга был 120% от ВВП. Это, по всей видимости, уровень 120, при котором обслуживание долга становится невозможно в нормальных условиях, без наличия рефинации. — Минуточку, минуточку, минуточку. Вот тут, вот тут смотрите, вот здесь важный момент. Вот как раз, как мне кажется, здесь мы выходим к самому важному моменту, а именно, собственно, можно долго вести теоретические дискуссии, но в конечном счете посмотреть на прогностическую ценность той или иной теории, и оказалась ли она права в том, что происходило. Значит, насколько я понял, ваша теория, и не только ваши, там несколько еще таких было конкурирующих теорий, ну, краха там, Америки, как назови, я понимаю, что это журналистское преувеличение. Мы об этом уже в самом начале говорили. Они рассчитывали, что кризис будет стокфляционный, и что действительно проблема долга приведет к тому, что, значит, невозможность его выплачивать. В чем она должна выражаться? Ведь обратите внимание, скажем, что произошло, как вы говорите, в Италии и действительно странами, которые столкнулись с проблемой долга. У них резко выросла стоимость заимствования. Это означает, действительно, это проблема долга. Они его рефинансировать не могут, и чем выше процентная ставка, по которой им готовы давать, тем меньше, тем менее надежно оценивается, секундочку, оценивается кредитноспособность этой страны. В то же самое время мы видим, что кризис в США, про которые нам говорили, что вот доллар должен упасть, происходил по совершенно другой модели. Весь мир ломанулся покупать их долговые обязательства, потому что случился на самом деле резкий дефицит безрисковых активов. И стоимость заимствования для США сейчас отрицательная в реальном выражении. В чем проблема долга? Это не играет никакой роли. Так вот. Стараюсь еще раз. Значит, проблема не в долге. Проблема в спросе. Согласен. В Европе был очень... Который упал из-за сдутия пузыря. В Европе был очень специфический механизм стимулирования спроса. Он состоял в следующем. Государства увеличивали свои долги и стимулировали спрос через социальные расходы. У меня опять-таки была замечательная дискуссия. Это было в мае месяце в Астане на экономическом форуме. Там был такой круглый стол, диалог цивилизаций, на котором казахи решили стравить экономических экспертов. Казахи люди серьезные, поэтому у них на форуме было восемь лапилевских вариантов по экономике, шесть из которых сидели за этим круглым столом. А с другой стороны сидели политики. Там был Вим Кок, там был Тони Блэр, там был Роман Проди, там был Премьер Казахстана, там много было народу. И соответственно, там был Сережа Глазев. И соответственно, обсуждали мы следующие вещи. Вопрос, который я задал, я там был модератором, устраивает ли политиков в качестве экономической экспертизы? Политики очень политкорректно сказали, что не к черту. Один из шнобелей даже не выдержал и пытался защитить экономическую науку, но его не поддержали даже другие шнобели. А следующий, но при этом они продолжали с таким умным видом говорить, что вот в чем проблема, а сейчас мы, значит, ужесточим бюджетную политику и решим долговой кризис. И тут я задал следующий вопрос политикам, очень простой. Говорю, ну вы-то, господа, эти-то ладно, безответственные существа. Я, конечно, упустил этот момент, но вы-то люди ответственные, вы-то понимаете, что вы увеличивали долги для того, чтобы увеличивать жизненный уровень населения. Это означает, что если вы прекратите наращивать долги, то у вас упадет жизненный уровень. Насколько он упадет? Вот проблема, еще раз повторяю, проблема не в долгах, проблема в спросе. Зачем сегодня Обама увеличила расходную часть бюджета на триллион? Потому что альтернатива падения ВВП из-за падения частного спроса. Так что же вы хотите? У вас, соответственно, сейчас будет падать частный спрос, если он, не дай бог, остановит темпы роста долга. Вы хотите сказать, что он может его наращивать все дальше и дальше? Он падает именно потому, что люди, в первую очередь, поправляют балансы своих домохозяйств, возвращают отца долга. Ничего подобного. Абсолютно точно, по статистике это великолепно видно. По статистике, я могу вам сказать. И это абсолютно дефляционный механизм сокращения количества кредитов. Я могу вам сказать, что долг упал на жалкие 7%. Со 130% от среднего уровня дохода до 120%. Дальше он не падает, и это невозможно. Потому что, обратите внимание, социальная поддержка через бюджет, это не кредитование, это безвозмездная поддержка. Домохозяйствам безвозмездно дают триллион, но зато увеличивается долг. Но при этом из-за эмиссии идет инфляция и сдержка. — Где? — Я прошу прощения, у вас растет стоимость ресурсов. Соответственно, производителям реальных продуктов нефть, зерно, биржевых товаров, цемент. У вас, соответственно, и, кстати, на ВВП США это отчетливо совершенно видно. У вас, если считать инфляцию честно, то у вас ВВП на душу населения в США где-то минус 1,5-2% в год, а ВВП в целом где-то падает на 0,2-0,5%. Ну, понимаете, я по образованию статистик, поэтому меня не обдуришь официальными цифрами. — Но все-таки сторонник теории заговора. — Это не теория заговора. Я прошу прощения, я работал в Министерстве экономики, я сам лично видел сцену, как, соответственно, министр экономики Российской Федерации, звонил председателю Росстата, ну тогда Госкомстата, и говорил ему, дружок, ты что, сдурелся, что ты мне прислал? Я сказал, что у нас Росстат, а ты мне присылаешь цифру с минусом. Вот тебе дается три часа, чтобы все исправил. Я могу вас уверить, что в других местах точно так же и в тех же Соединенных Штатах Америки. — У меня очень большие сомнения, что в Соединенных Штатах точно так же. — Это не теория заговора. Вы можете там сомневаться, но факт от этого никуда не денется. Это и достаточно посмотреть на то, как они исправляют статистику задним числом. — Это не исправление статистик. — Бога ради. — Бога ради. Но только вот я тебе, меня совершенно не интересует, как бы, как это называется, я вижу результат. Вот. И есть целая куча, как бы, косвенных данных. Например, любимая мулька американских статистиков, они одной рукой показывают, соответственно, увеличение занятости, а другой они показывают сокращение среднего рабочего дня. И прочий разный бред. То есть, на самом деле, опытный человек это же сразу видит. Еще один пример. Они показывают сокращение безработицы и одновременно вычеркивают миллионы людей из численности рабочей силы. То есть, это чистым в виде манипуляций. Любой опытный человек это все знает и видит. Это пропаганда. Да, вот не надо путать. То есть, я понимаю, значит... Это из разряда пропаганды. Ну, с другой стороны, можно точно такое же понимать обвинение и в ваш адрес предложить, когда получается, что если теория не соответствует фактам, то чем хуже для фактов. Нет, я прошу прощения. Как раз вот наша теория прорисует. Наша теория как раз соответствует... Ваша теория, как раз вот и именно, что, несмотря на то, что вы в самом начале сказали, что, значит, вот мы обладали теорией кризиса, мы предсказали определенные течения его, и однако же, опять же, я подчеркиваю, кстати, это довольно удивительный момент. То есть, в течении идет себя, ровно так мы предсказываем. Значит, вот что особенно интересно, это то, что есть вот такие два взгляда не мейнстримных, в том числе ваша теория и теория австрийской школы экономики такая, вы знаете ее, наверное, она полностью идеологически, наверное, зеркальное отражение вашей теории, да? Вот, и они обе предсказывали этот кризис и протекание его, как вот именно инфляционное падение, которое приведет к падению стоимости доллара. Вместо этого мы увидели рост стоимости доллара против всего, что только можно. Против рубля вашего. Я прошу прощения, вот если вы читали нашу книжку 2003-го года, то вы там объясняли, что на позиции единой меры стоимости будет выходить золото. Вы хотите сказать, что доллар вырос по отношению к золоту? Он упал раз в шесть. Вот если вы начнете все мерить сейчас в золоте, то у вас все падает. А зачем начнутся милость золота? А давайте будем знать, в чем мерить? Я вам дойду еще один товар, который вы разбойте, чем золото. Коллекционные бейсбольные карточки. Давайте в них будем мерить. Сегодня вы можете мерить чем угодно, а книжка-то написана в 2000 году. Ну, однако пользуются средством расчетов и деньгально является доллар, а не золото. Вмого ради, у вас, соответственно, сегодня происходит распад мировой долларовой зоны, валютной зоны. Но уже видно это просто невооруженным глазом. Да нет, мне кажется, что происходит распад скорее зоны евро, а не долларовой. Давайте разбираться. И доллар как раз именно из-за этого великолепно себя чувствует. Именно поэтому все бегут в доллар, именно поэтому стоимость долгов американских столь рекордно низкая. Нет, с доллар уже никто не бежит, все пытаются придумать, куда бы можно еще. Да ладно, есть же четкая статистика. Вот, значит, кроме того, не нужно путать, опять-таки. Вы все время пытаетесь давать статистику, условно говоря, по рынку Форекс, который не имеет к реальности никакого отношения к экономике. То есть, какой рынок Форекс? Он говорил про самый в мире ликвидный рынок долгов американского правительства, казначейских обязательств США. Самый в мире большой рынок. В чем здесь Форекс? Еще раз повторяю, что меня совершенно не волнует состояние доллара. Абсолютно очевидно, что поскольку, если говорить о финансовых рынках, то рынок финансовых инструментов, которые в долларе выражены, он куда более крупный, чем все остальные. Это поэтому большая часть денег будет на этом рынке. Речь шла у нас о разрушении мировой финансовой системы, построенной на долларе. Она разрушается. Если мы посмотрим на доллар сегодня и на доллар, который был в 2003 году, в 2000, когда мы начинаем, он упал примерно в 3-4 раза по покупательной способности. Сравните доллар 2000 года и сегодняшний. Он очень сильно упал. Но, опять-таки, про золото я даже не говорю. И в этой ситуации я не очень понимаю, как бы все то, что мы описывали, оно вот ровно так и происходит. Процессы происходят медленно. Что касается механизма кризиса, то мы опять-таки писали, что он может пойти по одному из двух механизмов. Либо инфляционному, в том случае, если будут печатать доллары до бесконца. Ну, вы же расскажите, что печатают. Либо по дефляционному. Вот, собственно говоря, что произошло в сентябре 2008 года. Начался дефляционный счет. Вот как раз это же и самый интересный момент. Доллары печатают, а инфляционного кризиса нет. Он дефляционный. Секундочку. И что самое интересное, для того, чтобы объяснить то, что происходит, не нужно никаких экзотических теорий. Мы же это объяснили 150 раз. Мы же это объяснили 150 раз. Хаймел и Минск. У вас, соответственно, на момент начала кризиса, в сентябре 2008 года, кредитный мультипликатор в Соединенных Штатах Америки был равен 17. Сегодня он равен 5. То есть, иными словами, кредитная масса денежная упала в 3 раза. И она была заменена наличными долларами. Секундочку. Поэтому не было инфляционного наличными. Она была заменена избыточными. Я еще раз говорю, эти деньги, они остались избыточными резервами коммерческих банков, Центробанки. Вот о чем я хочу сказать. Смотрите, в конечном счете, насколько можно совершенно противоположным образом, не прибегая к необходимости, вот есть какие-то элиты, которые захотели что-то сделать и так далее. Просто-напросто обыкновенные рыночные силы. В конечном счете все определяется спросом на этот самый кредит и этот самый деньги. Если неуверенность в завтрашнем дне относительно перспектив экономики у бизнеса невелика, спрос на кредиты будет низок. Если желание домохозяйств не тратить, а напротив поправлять свои балансы, которые, как вы уже правильно сказали, они сейчас, что называется, растянуты, напряжены большим количеством долга по отношению к годовому доходу, то что бы вы ни делали, какие бы вы деньги не создавал Центробанк, они в экономику не пойдут, потому что создаются они не Центробанком, они создаются тогда, когда кто-то в коммерческом банке... Я прошу прощения, когда у вас Федеральная резервная система США печатает деньги и выкупает на них казначейки, которыми, соответственно, после чего казначейство эти деньги выдает американским гражданам... СОП, это обычная операция СОП, это же классическая ловушка ликвидности, многократно описанная в лизературе впервые еще Кейнсом. Это называется денежная эмиссия. Значит, еще раз повторяю, у вас, соответственно, с точки зрения системы денежного обращения у вас произошла следующая ситуация, у вас денежная масса М3, которая какой была, такой фактически осталась, принципиально изменилась ее структура, значит, соответственно, доля М0 выросла в три раза, где-то примерно с 800 миллиардов до 2-4 триллионов, а, соответственно, кредитные деньги резко сократились тоже в три раза. Классическая дефляционная дефляционная дефляция. Это называется эмиссия. Проблема стоит в том, что остановить ее не получается, и в результате у вас идет довольно мощная инфляция и сдержка, которая ведет к росту цен для конечного потребителя, а спрос у вас все равно продолжает падать и будет падать дальше. Почему? Потому что сегодня спрос в Соединенных Штатах Америки больше, чем уровень, который поддерживается реальной располагаемой доходами населения, примерно на 3 триллиона долларов. И до тех пор, пока это состояние не придет к равновесному, который ниже нынешнего примерно, ну, для американской экономики на 55-60%, для европейской на 50% этот кризис не закончится. Будет ли это называться ловушка ликвидности или еще как-то, это совершенно не важно, поскольку механизм четкий и вняток. Просто всего лишь все, что хотел сказать, и то, что вы сейчас в конечном счете сказали, ведь на самом деле для этого не нужно придумывать никаких экзотических теорий. Еще раз подчеркну. Никто никакие экзотические теории. Нет, вы начали с того, что вот те самые экономисты, для которых, классические экономисты, для которых у вас есть какое-то свое отдельное такое слово, видимо, уничижительное, они, мол, не смогли описать протекание этого кризиса. На самом деле, вот мы только что пришли к тому, что все было на руках, все великолепно описывается. Не описывается, не описывается. Потому что кризис 30-х годов, обращаясь в виду, из него так и не вышли до начала мировой войны, а вышли только после того, как удалось расширить рынки. Сегодня расширить рынки не получится, и поэтому фактически... Насколько я помню, кризис 30-х годов закончился к моменту инаугурации Рузвельта. Ничего подобного. Падение в реальном выражении... Падение закончилось. Великая депрессия только-только началась. Более того, он так умудрился хорошо бороться с той депрессией, которая уже закончилась, что он в итоге потом создал новую 37-38 году. Нет. Значит, он вторично боролся с другим. Значит, дело в том, что основная проблема в том, что если смотреть по времени... Вот давайте на шкалу. Наложим 30-го года, 32-го. Вот мы сейчас находимся где-то в мае 30-го. Мы находимся в мае 30-го. Окей, окей, я еще раз... Мы еще не упали. Мы должны упасть сначала. Минучку. Я полностью с вами согласен. Но вот мы и пришли к тому, что в действительности модель Великой депрессии, она ведь давным-давно описана. Она давным-давно теоретически объяснена. И она полностью противоположна тому, что рассказывали вы в своих книжках. Ничего подобного. И как раз-таки академические экономисты, в том числе знаменитый принстонский профессор Бенджамин Бернанки, который еще, значит, будучи экономистом, он написал целую монографию о том, как должен действовать Федеральный резерв в моменты этого самого кризиса. Более того, я могу сказать, он, что удивительно, действует ровно в соответствии со своей книжкой. Именно с этим кризисом он и боролся. Именно поэтому он делал эмиссию в объеме 1% ВП в месяц. Да не эмиссию он делает. Это операция с ВООГ. Это вот только не надо заниматься демагогией. Это вот они себе придумали для того, чтобы их не тыг носом. В жизни это называется эмиссией. Так вот, но проблема состоит в том, что кризис-то не заканчивается. Вот с точки зрения их представления, он должен закончиться. А он не заканчивается. И не закончится то, что описывается у наших человек. Так и он это прекрасно все знает. Я просто к тому, что не нужно никакой политэкономии капитализма. Не нужно прибегать там к противоречию между общественным характером производства и частно-капиталистическим мы должны объяснить, мы должны объяснить, почему этот кризис будет продолжаться и почему выходы из него в рамках капиталистической модели сегодня просто не существуют. И вот у нас, к сожалению, осталось очень мало времени, буквально мы уже даже перебрали 10 минут. Вот как раз на этом вот и хочется завершить насчет кризиса капиталистической модели. Знаете, я все-таки думаю, что в том числе и появление таких теорий, как ваша, о том, что вот у нас на руках крах, вот что угодно можно называть, распад империи доллара, крах капиталистической модели. Вот еще раз говорю, что интересно, ведь эта аналогия, к которой мы пришли, к Великой депрессии, она ведь работает даже в том числе и в такой интеллектуальной среде. Подчеркиваю, значит, я могу прямо, я даже в блоге это делал, прямые аналогии из доклада его селестра Сталина в 30-м году о том, что вот этот кризис, который сейчас разрушит экономическую систему. Вы забыли упомянуть еще одну вещь, что кризис 30-го года, это кризис 908-го года. Про эту аналогию забыли. Во-первых. Я хочу сказать одну очень важную вещь. И был в то самое время еще один известный экономист, Николай Кондратьев, который как раз и говорил о том, что этот кризис не что иное, как всего лишь один из вот таких вот циклических длинных кризисов, которые тоже проистекают по определенной модели, но как в итоге, какой вывод он делал, что именно потому, что это циклическое развитие и именно потому, это потом, правда, уже Йозеф Шумпетер добавил, в конечном счете именно выходом на новом этапе той самой научно-технической революции выход из кризиса происходит. Естественно, вывод о том, что капитализм устоит, он противоречил тогдашней идеологической установке политики партии. И, в общем, мы знаем, чем судьба в лагерях этого человека закончилась. Закончилась она по совершенно другой причине. Я вот, я думаю, что как раз, как раз именно вот здесь, главное… Я крайне скептически отношусь к идеям Кондратьев. В нашей концепции моменты развития связаны с периодами расширения рынков, и тут даже вопросов нет. Что касается сегодняшней ситуации, то даже если предположить, что циклы Кондратьев имели какое-то отношение к реальности, они все равно закончились, потому что эта модель развития закончилась. А что касается всего остального, то давайте посмотрим, если верны капиталистические теории, то кризис закончится через полгода, через год, через два, а если нет, то он не закончится. Вот и посмотрим. Вот именно на этой оптимистической ноте у нас отлично получилось. Но, кстати, еще одно маленькое замечание, и обращаю ваше внимание, что тогда из кризиса 1907-1908 года, еще раз повторяю, было три кризиса падения эффективности капитала, четыре даже. 1907-го, значит, начало 20-го века, 30-е годы, 70-е годы и нынешние. Вот как бы аналогии, какие нужно строить. Так вот, соответственно, тогда они же пытались вернуться к идее начала века и повторить выход из кризиса через создание надстройки. Тогда была создана ФРС, сегодня пытались сделать центробанк, а центробанков уже это тоже не получилось. Позвольте, все же мне нужно завершать передачу. У нас действительно получился очень хороший вывод. В принципе, ведь мы действительно, я думаю, что в исторически обозримое время увидим, чья из теорий верна. Либо теория Михаила Эльнея-Дочехазина о том, что, ну и не только его, и Адама Смита, и Макса о том, что капитализм в конечном счете создаст, породит такие кризисы, которые его уничтожат. И мы видим сейчас крах капитализма. Либо в конечном счете будут правы те, кто считают, что источником экономического развития является человеческая креативность и, соответственно, инновации, которые порождают эти самые циклы. И следующим, значит, как бы историческим этапом развития капитализма будет его развитие на новой технологической основе. Спасибо за внимание. В студии был знаменитый российский экономист Михаил Хазин, как президент компании Neocon и Сергей Чалый, ведущий программы «Экономика на пальцах». Спасибо за внимание. До свидания.